Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Кто спланировал время Арцахской войны? Президент Арцаха. Баку продолжает нарушать договоренности, достигнутые усилиями с председателем Минской группы ОБСЕ. Командующий армией Нагорно-Карабахской республики Джалал Арутюнян Ранян, его сменил Микэл Арзуманян. Министерство обороны Арцаха. Ночью на отдельных участках фронта продолжались артиллерийские бои. Армянская молодежь объявила голодовку в США в знак протеста против агрессии Азербайджана против Арцаха. Новости из Западной Армении. Так или иначе, сознательно или случайно существует реальность, которую мы должны подчеркивать. Султан Эрдоган шаг за шагом идет по кровавому следу своей собственной истории каждые сто лет. Есть много свидетельств прямого вмешательства Эрдогана в войну в Нагорном Карабахе. Он продолжает доказывать это присутствием своих военнослужащих, истребителями F-16, беспилотниками, прямым воздушным наблюдением, джихадистами, переброшенными из Сирии. И его открытая поддержка, которая транслируется ежедневно. Но есть еще очень интересное противоречие, которое выражается в день начала этой войны. Дату начала войны надо воспринимать как код. День начала этой войны совпадает со столетием предыдущего вторжения турков. 28 сентября 1920 года армия Восточного фронта правительства Анкары под командованием Казима Карабекира начала наступление на Армению. 27 сентября 2020 года азербайджанская армия под секретным командованием Анкары начала войну против Республики Арцах и Республики Армения. Прочтите всю статью на нашем сайте. Военно-политическое руководство Азербайджана продолжает нарушать договоренности, достигнутые усилиями сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Об этом написал на своей странице в Facebook президент Арцаха Арей Карутюнян. По словам главы Нагорно-Карабахской республики, возобновление боевых действий вдоль всей линии соприкосновения вновь свидетельствует о том, что власти Азербайджана, имея безоговорочную поддержку Турции и террористов-наемников, также не стремятся к диалогу и дают понять, что продолжат военные усилия по окончательному очищению Карабаха от армян. На этом фоне, как считает президент, задача армянства всего мира является обеспечение условий для безопасности и защиты прав карабахцев. Права и безопасность нашего народа не подлежат каким-либо уступкам. Наша решимость в этом вопросе превыше всех обстоятельств и желаний, говорится в заявлении. Президент Нагорного Карабаха Рейка Рутюнян освободил Джалала Рутюняна с должности командующего армии обороны НКР. Причина вранения генерала, о чем сообщил президент в своем фейсбуке. Новым командующим назначен генерал-майор Микаэл Арзуманян, ему же присвоено звание генерала-лейтенанта. Президент пожелал Джалалу Рутюняну скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Глава НКР выразил уверенность, что Арзуманян осознает степень ответственности и не пожалеет сил для оправдания столь высокого доверия. С 27 сентября в зоне карабахского конфликта идут интенсивные бои. ВС Азербайджана обстреливают мирные города и села Карабаха, уничтожая жилые дома и гражданские инфраструктуры. В результате мощных ударов есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения Карабаха. В ночь с 26 на 27 октября в зоне Арцахска-Азербайджанского конфликта сохранялась относительно стабильная напряженная обстановка. Как сообщили в прислужбе Министерства обороны Республики Арцах, на отдельных участках продолжались артиллерийские бои. Вечером вражеские силы активно использовали беспилотные летательные аппараты, часть которых была поражена силами ПВО армии обороны Арцаха. Противник продолжал подвергать артобстрелу. Мирные населенные пункты, в частности под прицелом, оказались города Мартуни, Мартакерты, села Верхнего подрайона Аскерана. В настоящее время на некоторых направлениях линии фронта идут бои местного значения. Подразделение армии обороны Арцаха продолжает выполнять поставленную боевую задачу, сохраняя контроль над оперативно-тактической обстановкой, отмечает в Министерстве обороны Республики Арцах. Федерация армянской молодежи Соединенных Штатов Америки проводит голодовку в знак протеста против агрессии Азербайджана и Турции в отношении Арцаха. Участники акции требуют признать Арцах и ввести санкции против Баку и Анкары. Мы не остановимся, пока эти тиранические правительства и их лидеры не прекратят агрессию. Армянский народ не остановится, отмечается в сообщении Федерации на странице в Facebook. Участники также провели акцию протесту к консульству Азербайджана. Наша борьба продолжится до тех пор, пока Арцах не будет признан, и наш народ не будет жить под постоянной угрозой преследований, отмечают они. В городе Мараша в Западной Армении под охрану взяли дерево платан, которому более 500 лет. Монументальное дерево в нескольких местах обрезали и поджигали пастухи. В связи с сожжением и обрезкой некоторых ветвей Министерство охраны природы, градостроительство предприняло шаги и взяло историческое дерево под свою эгиду. 500-летний платан стал символом региона. В Кебанском районе Харбирской провинции Западной Армении учитель на пенсии вырастил в своем саду 60-килограммовую тыкву. Озеро Айрангель в провинции Алашкер Западной Армении, которое расположено в высокогорном регионе, ждет своих посетителей. Озеро спрятано между горами. Пышная зеленая растительность на дне воды также раскрывает красоту озера. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Андроник Манукян Арабу. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром! Субтитры создавал DimaTorzok